Как вы думаете, может ли газ быть твердым? И нет, мы сейчас говорим не о температурах ниже точки плавления и не о высоких давлениях. Может ли газообразное вещество как-то превратиться в твердое? В прошлый раз на этом же канале мы говорили о сухой воде и показывали вам опыты с ней. Если вам интересно, вы можете посмотреть его вот по ссылке здесь. А перед тем, как мы попробуем ответить на поставленный вопрос, обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и возможно, что метеорит был газообразным, то есть жесткий газ, лед из газа. Тот метеорит, конечно, из газа не был, но это не отменяет того факта, что газ действительно может существовать в виде чего-то твердого при нормальных условиях. И чтобы понять, что я имею в виду, давайте начнем сначала. На дне наших океанов давление гораздо выше, чем в атмосфере. Средняя глубина мирового океана составляет 3,7 километра, поэтому давление там равно 36 мегапаскаль, что в 360 раз больше, чем у нас здесь. Так вот, в прошлом столетии выяснилось, что на дне всего того же океана находится колоссальный запас природного газа, который находится в виде соединений с молекулами воды. Вообще это странно. Как вода может соединяться с газом? Гидраты газов. Вот такое название имеют соединения подобного типа. Но что это такое? Представляют они из себя примерно следующее. Есть множество молекул воды, которые составляют большую макромолекулу. А внутри этой макромолекулы находится зафиксированная молекула некоторого газа. Соотношение числа молекул газа к числу молекул воды в газовом гидрате может быть совершенно разным. Например, существует гидрат, содержащий 4 молекулы простейшего природного газа метана на 23 молекулы воды. И так для очень многих газов, скажем, сероводорода, хлора, других углеводородов и так далее. Кстати, раньше существовала гипотеза, что огромные залежи гидратов метана на дне океана под Бермудским треугольником как раз и вызывали те самые аномальные явления. Газ поднимался к поверхности, образовывал мириады пузырьков, тем самым уменьшалась плотность воды. И судно бесследно уходило на дно. Сегодня мы получим одно из таких соединений в химической лаборатории. Но так как гидраты природных газов устойчивы только при очень высоких давлениях и низкой температуре, наш выбор пал на гидрат хлора. Давайте посмотрим, как его получать. Мы снова в лаборатории. Перед нами аппарат по получению хлора, в который засыпем марганцовку и зальем концентрированную соляную кислоту. Газ, образующийся в колбе, будет идти через предохранительную склянку и дальше попадать в пробирку, которая погружена в стакан. Стакан мы этот наполним льдом и просто добавим воды. В пробирку мы тоже нальем воды, тем самым в пробирке получим воду, температура которой близка к 273,15 кельвин. Прилив соляную кислоту к марганцовке в аппарате, получим газообразный хлор. Хорошо виден его зелено-желтый цвет. Он проходит по силиконовой трубке через склянку и пробулькивается через холодную воду в пробирке. Сейчас еще тут идет не хлор, а вытесняется воздух, поэтому ждем. Смотрите, спустя время жидкость начала мутнеть. Еще через несколько мгновений поднимем трубку и подождем, пока осадок сформируется и сконцентрируется на дне пробирки. Посмотрите, какая красота. Осадок желтовато-белый, а над ним желтая жидкость. Раствор хлора в воде. В 1811 году известный химик Гэмфри Дэви установил, что вода входит в состав этого желтого осадка. Еще спустя 12 лет Майкл Фарадей установил его состав хлор-2 на 10H2O. Но какова его реальная структура? Только в середине 20 века были проведены серьезные исследования этого вещества. Кстати, ссылку на оригинальную статью 1952 года прикрепляю в описании к этому видео. Там рассказано, как проводились эксперименты. Почитайте на досуге, это достаточно интересно. Оказалось, что средняя формула этого соединения 6-хлор-2 на 46H2O. Мы говорим именно про среднюю формулу, так как в целом осадок состоит из разных соединений с различным соотношением хлора к воде. Структура его довольно интересная. Вот она перед вами. Теперь оставим пробирку при комнатной температуре на некоторое время. Видно, как распадается гидрат, образуя пузырьки хлора, которые насыщают воду. Субтитры создавал DimaTorzok А вот и она, чистая хлорная вода желтого цвета. Чтобы проверить наличие там хлора, поднесем йод-крахмальную бумажку. И, как можете заметить, она темнеет. Вот и все. Вы теперь убедились, что газы действительно могут содержаться в виде твердых соединений даже при нормальных условиях. А что еще интересного вы знаете про гидраты газов? Расскажите об этом в комментариях. На этом все. Если вам понравилось видео, обязательно жмите лайки. Не забудьте подписываться на канал и оставлять комментарии под этим видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok